То есть ты не отдаешь себе отчет, что что-то не так. Но в то же время надо сказать, что советской пропагандой старались промыть мозги уже с самого раннего детства, то есть начиная с того, что в каждом детском саду на стене висел портрет Ленина и большая часть детской литературы, каких-то книжек, начиная с книг, которые были для самого младшего детского возраста. Это были какие-то истории про Ленина, про его революционную жизнь, про то, как он в шалаше жил, как он в тюрьме в качестве чернил использовал молоко, а в качестве чернильницы хлеб и так далее и тому подобное. То есть вот эта вся революционная ленинская романтика, романтика гражданской войны и так далее и тому подобное. Ну это примерно как книжки про Иисуса для верующих детей, чтобы из ребенка уже готовить зомби, чей разум будет полностью проникнут в определенной доминирующей идеологии. Но опять-таки в силу того, что тогда мы не знали какой-то альтернативы и не имели возможности сравнивать как-то, собственно, то было нормально на самом деле. А по поводу, например, принятия в октябрята, то есть вот я был октябренком, я не был пионером, но я не вступал в пионеры, но я был октябренком. И я, будучи октябренком, я был в полной уверенности, что вот этот маленький, значит, кудрявый мальчик, изображенный на октябрятской звездочке, что это Пушкин. То есть я почему-то не думал, что это Ленин в молодости, потому что, собственно, маленький кудрявый мальчик, он никак не ассоциировался с вот этим плешивым педерастом, который висел на всех портретах, значит, в каждом кабинете, там, школы, детского сада и так далее. Поэтому, в общем, если в целом говорить, то были свои плюсы, были свои минусы, и, в общем, Брежневский застой тоже был весьма неплох отчасти, и, в общем, сталинский период, там тоже свои плюсы присутствовали. Так, Марина Северинова спрашивает, а вы расскажете про коллективную физиологическую утопию Троцкого? Понимаете, в чем дело, вот эти все теоретические построения Троцкого, они не имеют прямого отношения к теме, в общем, наших эфиров. Почему? Потому что мы говорим об истории советского государства и об истории, скорее, генеральной линии партии, да, и то, как эта самая политика, проводимая генеральной линией, она отражалась на разных аспектах хозяйственной жизни страны, да. То есть, ну, собственно, если бы Троцкий в какой-то момент, значит, захватил власть и переиграл своих политических оппонентов, то есть, если бы он оказался не просто талантливым горлопаном и организатором Красной Армии, но еще и, значит, такой вот, таким макеавелевским хищником, способным переиграть всех своих политических оппонентов, используя там хитрость какую-то, то, ну, тогда мы бы обсуждали уже, в общем, и Троцкого, да. Но пока что Троцкий, Троцкизм представляет для нас интерес просто как одна из разновидностей коммунистической теории, при том разновидность не доминирующая, то есть, не та, которая была доминирующей, например, в Советской России, да, потому что в Советской России там все-таки за основу были взяты, по большей части, идеологии мамарксизма в интерпретации Суслова и его, в общем, приспешников. Вот, ну, кстати, например, один из, такая любопытная, да, тоже ремарка, один из деятелей, который при позднем Суслове составлял эти самые идеологемы, это отец дьякона Кураева. Так, Андрей Смирнов спрашивает, почему никто не мог убить Сталина, ведь он очень многим насолил внутри самого госаппарата. Хороший вопрос, понимаете, в чем дело? Охрана Сталина личная, это была на тот момент лучшая охрана, лучшая система охраны в мире, то есть, там она состояла из нескольких кругов и, в общем, охрана Сталина, она начиналась еще там с подъездов к Подмосковью, скажем так, а заканчивалась кремлеровскими палатами. То есть, это было несколько кругов, несколько эшелонов и, на самом деле, это было не все так просто, как кажется Сталина ликвидировать. Не так просто к нему подобраться, потому что Сталин год от года укреплял вот эту самую свою охрану, то есть, там была и специальная секретная ветка метро сделана, которая только потом была рассекречена и которая вела в Кунцево к даче вождя. И, собственно, Сталин, он, значит, двигался между своими кремлевскими палатами и дачей в Кунцево по этой самой секретной подземной ветке метро и личная охрана была очень хорошая. Ну и плюс не стоит забывать, что все-таки не все, не весь госаппарат он состоял из противников Сталина, у него все-таки очень было много сторонников, очень было много тех, кто думал, что Сталин действует от имени их интересов. И, как правило, когда они понимали, что деятельность Сталина враждебна им лично, то это было уже поздно, то есть, они уже сами рассказывались в расстрельном подвале, потому что Сталин, он регулярно, в общем, тасовал и руководителей силовых ведомств, и в армии чистку осуществил. Да, опять-таки, об этом мы поговорим на следующем эфире, вот, то есть, про 1937 год, когда уже будем говорить, вот, поэтому, в принципе, для многих было не очевидно, что Сталин, он, вот, какую-то плохую политику проводит, то есть, как правило, прозрение наступало, когда человек уже упирался в дощечки пулеуловителей, да, когда, собственно, смотрел на червивую от пуль стену расстрельного подвала. То есть, тогда он уже понимал, что, в общем, что-то, что-то, значит, не так было, раз все этим кончилось. Так, то есть, ну, Сталин мог в глаза, значит, улыбаться, значит, называть человека, значит, заслуженным деятелем революции, там, старым товарищем, да, а за глаза просто, там, подписать ему смертный приговор. Вот, так, собственно, сплошь и рядом происходило. То есть, желание совершить покушение на Сталина, оно возникало уже, когда человек сам находился в расстрельном подвале. Так, Андрей Смирнов следующий вопрос задает. Считаете ли вы уничтожение первой волны революционеров второй некой исторической справедливостью? Отчасти да, отчасти да, я так считаю. То есть, в принципе, Сталин импонирует в том числе и тем, что он уничтожал вот этих самых марксистских фанатиков, да, в лице, собственно, Троцкого, Зиновьева, Каменева, там, и других вот этих всяких ребят, особенно из числа левой оппозиции. Ну и плюс, да, можно сказать, опять-таки, использовать вот эту, значит, метафору, что революция – это мать, пожирающая собственных детей, и это дочь, пожирающая собственных родителей. Поэтому, в принципе, уничтожение любых вот этих самых революционеров в ходе самой революции, в кавычках, да, когда какая-нибудь там шея Робеспьера оказывается тоже на, значит, эшафоте, на гильотины – это все, в принципе, закономерный процесс вполне. Так, Андрей Смирнов спрашивает, согласны ли вы с высказанием СССР «Тюрьма о народов»? Ну, в принципе, да, можно использовать такое, значит, обозначение «Ни Союз, ни Невеликий, ни Республик, ни Свободных не сплотила ни навеки ни Великая, ни Русь». Так, Анатолий Богданович спрашивает, каким образом организовались националистические движения на оккупированных территориях фашистской Германии после того, как успела сделать советская власть с обществом на период войны? Ну, да, ваш вопрос нас отсылает к несколько иному историческому периоду, да, то есть мы уже после войны говорим. Понимаете, в чем дело? Когда немцы стали наступать, да, и очень многие территории оказались под их оккупацией, то там, естественно, воспрянули всякие антибольшевистские силы. Особенно из числа национальных сепаратистов. И они, в принципе, смотрели на Гитлера как на освободителя от коммунистической диктатуры, да, то есть в принципе в какой-то момент для определенной части вот этих людей наступило прозрение, да, то есть они увидели, что, собственно, гитлеровская диктатура, она ничем не лучше, а может быть даже и хуже, чем сталинская. Но так или иначе немцы тоже в какой-то момент ушли и, собственно, перед вот этой общественностью националистической встал выбор. Либо принять опять приход Красной Армии, да, и коммунистической власти, либо стараться как-то сопротивляться и надеяться все-таки на то, что хребет, значит, вот этой коммунистической диктатуры, он так или иначе был надломлен нападением немцев. И у них есть какой-то шанс, в том числе при поддержке некоторых стран Запада, да, это не только Гитлера, да, но и каких-то там западных стран, которые уже после войны обозначили себя как оппозиционные советской России вот в этом таком глобальном противостоянии. Надеяться на то, чтобы создать собственное независимое государство, да, национальное. И поэтому они, в общем, ввели вот эту партизанскую войну против, значит, сил Красной Армии, против советской администрации, надеясь на то, что, в общем, их государства не будут независимы от вот этого советского блока, от страны Варшавского договора. Ну, опять-таки, немцы, они из этих самых национальных формирований, они их вооружали, они делали из них, то есть, либо включали их в состав там Бермахта СС, либо делали из них свои какие-то независимые вооруженные формирования, и они их давали им оружие, они их обучали именно с прицелом на то, чтобы они ввели партизанскую борьбу в тылу, собственно, Красной Армии. То есть, немцам это было выгодно, в принципе. Так, ну, тут вопрос про секты, на которые я не буду отвечать, потому что у нас сейчас тема эфира другая. То есть, это когда вот эфир про секты будет, тогда спрашивайте. Так, ну, тут опять вопрос, почему Сталина не убили. Вот всех почему-то интересует, почему не было успешного покушения на Сталина. Ну, я думаю, что я исчерпывающе ответил на этот вопрос. Так, ну все, я думаю, что поток вопросов иссяк, так или иначе. Если у вас какие-то вопросы остались, то сейчас последние секунды, когда вы сможете эти вопросы задать, потому что я буду уже, наверное, закругляться. И в конце я сделаю традиционное объявление о том, что если вам по каким-то причинам непонятным для меня понравился тот, значит, контент, который звучал сегодня, то задонайте какие-то средства Убермаргиналу, как Серому Кардиналу Мурадио, чтобы он вышел из депрессии и тоже радовал нас своими эфирами, подкастами и всем прочим. Задонайте какие-то средства мне, как вашему лектору. Номер Яндекс.Кошелька у меня указан в статусе моей страницы в небезызвестной вам социальной сети. Подпишитесь на группу Ницшанцы Вселенная Ницше, где в архиве на стене сообщества много интересного, малоизвестного контента, связанного с Ницше, то есть цитаты из его книг, черновиков, писем и так далее. Подпишитесь на группу Профессор Сергей Савельев, подпишитесь на группу Семья Социопатов, подпишитесь на фан-паблик Ежи Сармат, следите за расписанием радиоэфиров, за теми обновлениями, анонсами, которые появляются на стене группы Радио Мэд ФМ. Всем еще раз спасибо за то, что в столь поздний час вы слушали мою болтовню. С вами был Ежи Сармат. До новых встреч в эфире радио.